В рамках проекта, представленного порталом exeged.ru, мы поговорим сейчас о второй главе Евангелия от Марка. В самом начале Евангелия от Марка, в первой главе, евангелист буквально несколькими фактами обозначает проблему, проблему, которая вокруг Иисуса с самого начала нарастает, проблему, которую трудно, может быть, определить кратко и просто. Суть ее заключается в том, что очень часто люди считают, особенно профессиональные верующие, фарисеи, книжники и так далее, считают, что Иисус должен поступать одним образом, а Он поступает иным образом. И вообще говоря, здесь просматривается некоторое противоречие между тем, что мы сегодня скорее склонны были бы назвать формальностями. Это не значит, что в самом деле речь идет о пустых формальностях. Тем не менее, это все-таки некоторые правила того, как должно все происходить. И Иисус совершенно не считает для себя нужным, правильным, так или иначе, этим правилам подчиниться. Он делает целый ряд вещей, по-видимому, делает это регулярно, которые окружающим кажутся совершенно невозможными. Вот он пришел свидетельствовать о царстве, которое приблизилось, которое наступило, и что же здесь в самом деле оказывается для него важным. Вот в начале второй главы Евангелий Марк помещает историю с расслабленным человеком, парализованным, которого его друзья принесли через кровлю, раздвинув балки и разобрав частично, по крайней мере, циновки, которые покрывали этот дом. Вот они спускают носилки в центр помещения прямо к ногам Иисуса, потому что невозможно было войти в этот дом, очень много было народу. И вот Иисус рассказывает, все евангелисты, Марк в том числе, видя веру этих людей, удивившись их любви, заботе о своем больном друге, вот он говорит, собственно, то, что и есть, если хотите, выражение царства Божьего. В чем проявляется царство Божье? В том, что этот человек, благодаря своим друзьям, оказывается у ног Иисуса, и Иисус говорит ему, иди, прощаются тебе грехи твои. Вот, собственно, и все. И действительно, с этого рождается, и из этого рождается, с этого начинается новая жизнь в царстве Божьем. Ты у ног Иисуса, Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои, ты идешь и живешь новой жизнью. Ну вот, тут рядом сидели книжники, которые, начитавшись книг, стали про себя молча ворчать, что что-то он говорит догматически неправильное, богохульствует, собственно говоря, именно это не соответствовало их теоретическим представлениям о том, какой Бог, как устроен мир и что в нем правильно. И тогда Господь Иисус задает им вопрос, ставя их, конечно, в совершеннейший тупик. Спрашивая, да, что вообще легче, сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи. Для окружающих, я думаю, что вопрос этот был так же загадочен, как и для нас сегодня. С той лишь разницей, что в те времена они скорее затруднились бы выбрать, что именно сказать. А в наше время мы так безответственно относимся к словам, что чаще всего готовы произносить с легкостью все, что угодно, совершенно безответственно. Вот, я иногда думаю, что в наше время все бы тут же начали рассказывать кому, как прощаются грехи, и говорить, иди, неся отсюда свой матрас. Да, важно, тем не менее, и для древних, и для современных зрителей этого события увидеть, как Иисус связывает эти вещи. Он связывает, он предлагает окружающим увидеть, что то, что этот человек смог встать и пойти, это потому, что через Иисуса ему дано прощение от Бога. И на самом деле не так важно, сказал бы об этом Иисус или не сказал. Важно, тем не менее, важен сам факт. В нем Бог дает нам свое благоволение, и прощение человеческих грехов дается именно через него. Но ясное дело, что фарисеи и книжники, конечно, были весьма возмущены тем, как поступил Иисус. Дальше больше, потому что дальше встречаются на пути Иисуса некоторый человек, которого звали Леви Алфеев. Мы не в точности знаем, кто он такой. Единственное, что Евангелие сообщает нам, что он сидел, собирал налоги. Да, тоже надо заметить, дело не просто в том, что никто не любит платить налогов, и поэтому не любит налоговых инспекторов. Нет, мытари евангельских времен не просто собирали налоги, но они еще и собирали в пользу язычников, оккупантов, были таким образом прислужниками языческой, богопротивной, как мы бы сейчас сказали, власти. Ну и, понятное дело, в процессе сбора этих самых пошлин у них и к рукам тоже, ясное дело, много прилипало. Стало быть, мытари считались людьми совершенно для Царства Божьего непригодными. Они осквернены своим общением с язычниками, они осквернены самым родом своих занятий, и когда придет Спаситель мира, им надеяться не на что, им надеяться не на что. И, собственно говоря, вдруг, неожиданно, призывая за собой Левия Алфеева, а потом и участвуя в трапезе в его доме, Господь Иисус свидетельствует самим этим фактом, там уже слов, на самом деле, особенно и говорить-то не надо. Самим фактом того, что Господь принимает приглашение Левия, приходит в его дом на трапезу, на которую еще много достаточно мытарей собирается, свидетельствует о том, что Царство, о котором он проповедует, открыто и для этих людей тоже, и они тоже не вычеркнуты из этого царства, и они тоже могут каким-то образом в него войти. Само собой, разумеется, это не может произойти автоматически, поэтому Господь говорит в ответ, собственно, на недовольные ворчания фарисеев и книжников, «Я пришел призвать неправедных, но грешников к покаянию». Значит, покаяние – это даже для таких людей, как эти мытари, тем не менее, может быть дверью в Царство Бога. И очень важно тоже увидеть, как призывает этих людей Иисус, как потом он будет говорить в целом ряде притч. Нет никого, кто был бы априори вычеркнут из Царства Божьего, кого точно совершенно туда не хотели бы, так сказать, принять, хотя вопрос свободы и выбора все равно существует. Но для евангелиста важно, чтобы мы также увидели, что и здесь фарисеи и книжники совершенно не согласны с тем, что делает Иисус. Они считали бы, что не только в дом к Левию входить не следовало на трапезу с мытарями, но и призывать его не надо было, и пусть бы он там пропадал и лизал свою сковородку, понимаете? А Иисус на это не согласен. Нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих, говорит Господь. Вот снова здесь нарастает этот конфликт, один из центральных. Дальше евангелист Марк рассказывает о том, как фарисейские ученики спрашивают у Христа, ну, по крайней мере, в версии Марка, у Христа, почему там вот такие религиозные течения постятся, эдакие постятся ученики Иоанновы, ученики фарисейские, а твои не постятся. А надо бы, а должны были бы, потому что у тех, кто вопрошает Иисуса, есть четкие представления о том, как надо и как правильно. И они не готовы согласиться с тем, что у Бога могут быть свои об этом представления. И здесь Иисус говорит о своей благой вести, о Евангелии, он говорит об этом как о молодом вине, которое не поместится в старые мехи. Он говорит о заплате из свежей, только что сотканной, неебеленной крепкой ткани, которую кто-нибудь попытается пришить на старую расползающуюся тряпку. Все разорвется. Христос говорит о том, что то, что он предлагает, взаимоотношения, диалог с Богом, царство Бога, оно не способно вместиться ни в какие уже существующие формы. Не потому что там дело в людях, а дело в том, что Бог ни в какие человеческие формы не вмещается. Слова Христа, притча о вине молодом, которые не вливают в мехи ветхие, она ведь очень прозрачна и, к слову, заметим практически на все времена, потому что новое Христово вино ни в какие мехи не очень помещается. Но важно также увидеть для нас, что и здесь фарисеи и книжники тоже оказываются в совершеннейшем возмущении. Возмущение. Как он может такое говорить? Кто он такой, чтобы позволить себе назвать наши любимые, привычные ритуальные формы старыми, изношенными, негодными? В конечном итоге это тоже ведь выбор. Можно спросить у Иисуса, а какие формы предложишь нам ты? Или обидится на него за то, что он наши любимые какие-то формы почитания Бога не готов считать пригодными? И, наконец, еще один эпизод в конце второй главы, который, впрочем, частично начинает тему, которая будет продолжаться в третьей главе. Это рассказ о том, как Иисус с учениками шли в субботу среди засеянных полей, а в субботу, как известно, я думаю, многим, если не всем, иудейский закон запрещает работать, ну, потому что в заповеди Моисея говорится «Шесть дней делаю дела твои, и седьмой день в субботу Господу Богу твоему». Это не такая банальная тема, и в самом начале третьей главы Иисус предъявляет нам глубину этого вопроса. Пока же вот известно, что работать нельзя, но, проходя за засеянными полями, оказалось, что апостолы голодны. Это, кстати, деталь, во-первых, свидетельствующая о том, что мы имеем дело, скорее всего, с рассказом очевидца, а во-вторых, о том, как была устроена апостольская жизнь. Они явно не могли себе позволить ни много времени на отдых, ни значительное количество еды, и делали то, что они делали, не потому что это уютно и комфортно и удобно, а потому что они для себя решили, что надо, надо идти вот за Иисусом. Поэтому, да, они были голодны и срывали эти колосья, перетирали их руками. Тут их за этим делом, как мы бы теперь сказали, застукали фарисеи, которые тут же тоже начинают ворчать и объяснять, кто как неправ, и говорить, что там этого нельзя, и все. На что Господь Иисус, во-первых, предлагает фарисеям ситуацию, в которой все совсем не очевидно. Для самих фарисеев, если они попытаются в этом разобраться, он говорит о том, что бывают случаи, вот, например, как при царе Давиде, когда те или иные, казалось бы, незыблемые, прямо-таки божественные установления, тем не менее, нарушаются, так бывает. И иногда Бог по меньшей мере спокойно к этому относится. Это для фарисеев вполне мог бы быть убедительный аргумент, внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг Иисуса и к тому, кто Он такой. Но они не пользуются этой возможностью. И дальше Евангелист Марк помещает здесь удивительно важные слова о том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Сын человеческий, говорит Господь Иисус, есть Господин и субботы. И, собственно говоря, если хотите, это чрезвычайно важная призма, через которую мы можем вообще смотреть на закон Божий. Господь Иисус говорит о том, что, вот, например, заповедь о субботе дана была не столько потому, что по каким-то непостижимым основам мироздания по субботам нельзя работать, а для того, чтобы у человека была возможность подумать о Боге хотя бы в этот день, подумать о Боге, отдохнуть телом и найти время для молитвы, для диалога с Богом. Это серьезная очень вещь, понимаете? Евангелист Марк помещает здесь эту фразу, может быть, в первую очередь именно потому, что она подводит итог предыдущим рассказам о конфликте вокруг исполнения или неисполнения тех или иных требований закона. Субтитры создавал DimaTorzok